Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Двойная Порция. У нас уже девятый обзор бытовой химии против нагара и жира. Антижир! Сегодня мы с вами проверим ваши же советы и ваши средства, которые вы нам посоветовали. И сегодня у нас на обзоре вот такой казан с большим слоем нагара и жира. Как снутри, так и снаружи. Вы посмотрите. Толстый слой сильно пригоревшего, засаленного. Сегодня мы с вами его попробуем очистить. Вы посмотрите, здесь он уже лопается по швам. Какой объем жира предстоит нам очистить. Возьмем одну таблетку финиша и загрузим наш казан в посудомоечную машину на нижний ярус, который предназначен как раз таки для сковородок, кастрюлей и казанов. Наша машинка полностью отстирала, точнее отмыла. Теперь посмотрим, что у нас из этого получилось. Ну, как и следовало ожидать, казан абсолютно не изменился. Жир, в принципе, вообще не отмылся. То есть, как было, так и осталось. Теперь мы с вами попробуем второе народное средство, которое очень советовали в комментариях. Это уксусная кислота с таблетками финиш. Оторвем три пакета и уложим в один из пакетов наш казан. Пакеты надо взять побольше, желательно потолще, чтобы можно было их вот так завязать. Так, второй готов. Третий тоже готов. Так, теперь займемся производством нашего средства. Возьмем вот такие таблеточки финиш. Вот прям вот так. И вторую сюда же. Размельчим. Если честно, дорогие друзья, я думаю, что это средство нам не поможет. Но хотя, раз в год и палка стреляет. Правильно? А пока не забыл, подписывайся на канал, ставим лайки и пишем комментарии. Для начала мы с вами попробуем небольшое количество уксуса. Здесь сода и здесь начнется все пузыриться. Выливаем полностью. И туда же второй. Уксус у нас эссенция 70%. Ну и все, смесь мы с вами набодяжили. Теперь берем и выливаем ее вот прям вот так вот в пакет. Часть будет снаружи, ну а часть мы с вами вот так вот нальем вовнутрь. Вонище, конечно, дикое, аж режет нос. Дышать нечем, просто такое испарение. Просто, да вообще. Так, ну вот, дорогие друзья, из-за обстоятельств непреодолимой силы с нашей стороны казан простоял двое суток 48 часов в уксусе и таблетках финиш. Омбре, конечно, дикое, дорогие друзья. Даже через три пакета. Вообще просто невозможно. Сразу отправим его обмыться. Пару уксуса, вот эта вся таблетка химия просто аж до слез прошибает. Не пользуйтесь и не используйте никакие средства народные, где написано уксус, там таблеточка какая-нибудь на двое суток, на сутки нет. Сразу говорю нет. Но показать я обязан. Конечно, жир какой-то вот счищается немного ножом, но это не стоит того. Сейчас мы, дорогие друзья, попробуем его нагреть. Греть мы будем хотя бы с одной стороны, допустим, вот с этой, где большое количество загрязнения. Дабы проверить, насколько озлит гель, хорошо справляется с такими загрязнениями. Смотрите, из-за того, что мы замачивали казан двое суток в уксусе и таблетки финиш, смотрите, вот здесь вот все отходить начало. Само. Сразу, прям, сразу заливаем вот так. Посмотрим, что у нас тут озлит сделал. Ну, собственно, смотрите. Двое суток казан стоял замоченный. А вот прошло буквально, ну, две минуты. Так, дорогие друзья, сейчас мы его полностью хорошенько нагреем. Зальем двумя средствами пополам и посмотрим, какой из них лучше. Так, одну сторону мы с вами зальем озлитом. Прямо вот так вот хорошенечко. Смотрите, как он уже пенится во всем. А вторую мы с вами зальем вот таким вот средством из Fixed Price. Sanitary Formula Anti-Jer-Gel. Попробуем, как действует он. Ну, довольно-таки густой. Данные средства, конечно, имеют небольшой запах, но особого сильного такого едкого запаха не присутствует. Средства мы с вами залили. Оставим их покиснуть на 15-20 минут. И посмотрим, какой из них справилась лучше. Так, потрем немного губкой. Посмотрим, как очистилась от изолита. Как у нас справился гель с Fixed Price за 55 рублей. Так, ну и посмотрим, что же лучше. Момент истины. А вот здесь вот было средство с Fixed Price. А здесь у нас был азелит за 114. Так, бытовая химия с этим казаном тоже с первого раза не справилась. Теперь мы пробуем пятое средство, которое вы нам посоветовали. Заливаем, завязываем в полиэтиленовый пакет и оставляем на ночь. Все, убираем наш казан в полиэтиленовый пакет. Вовнутрь мы с вами зальем санитарий-формулу. Вот так вот. Вот так. Прям хорошенько так зальем все по стенкам. Не жалея. А на наружную часть мы с вами зальем азелит гель. Прям хорошенечко так зальем. Не жалея. Так, ну и вот, дорогие друзья, прошло у нас еще 24 часа, а даже может быть чуть больше. Посмотрим, что произошло за сутки нашего замачивания. Трем обычной вот такой вот щеткой без особых усилий. Потрем боковухи. Так, посмотрим, как наше средство справилось внутри казана. Так, ну и после суточного замачивания, смотрите. Хоп. Пригоревший жир, даже такой слой, легко убирается ножом. Все откисло. Просто спокойненько отслаивается. И для окончательного результата мы с вами используем народное средство. Вот такую вот металлическую губку. Все писали, что ей легко и быстро можно очистить все, что угодно. Ну, до бела, конечно, она не очищает, но уже проверенный способ острия ножа справляется куда лучше. Сейчас мы его с вами полностью дочистим и покажем вам готовый результат. Вот это вот народное средство номер один против нагара и жира. Никакие там шумониты, конечно, с ними проще гораздо. Особенно если нагар не очень старый. Залил азелитом, шумонитом, либо каким-нибудь средством из фикс прайса и все быстренько оттерлось. Но когда у вас казан с миллиметровым слоем нагара и жира, они вам не помогут. Ну и вот, дорогие друзья, что у нас с вами получилось спустя 3 дня жесткой борьбы с нагаром и жиром. Средства азелит гель и средства для удаления жира из фикс прайса, конечно, помогают. При замачивании на целые сутки они показали сомнительный результат. Данные средства хороши, если у вас не сильно загрязненные поверхности. И вы моете сковородки как минимум раз в неделю. И сегодняшний победитель нашего обзора это вот такая вот мочалка металлическая. И вот такой вот у нас сегодня огненный обзор получился. Подписывайся на канал, ставь лайки и пиши комментарии. В следующих видосах мы очистим еще что-нибудь интересное. Спасибо. Спасибо. Спасибо.